На минувшей неделе в Славянске-на-Кубани прошел районный конкурс школьных агитбригад «Мы выбираем жизнь», а также акция «Против курения. Линия жизни». О том, что ребята хотели донести своими выступлениями, узнаете в следующем материале выпуска. Курение – это из самых массовых пагубных привычек современности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире обусловлены курением 90% смертей от рака лёгких. Дата проведения акции «Линия жизни» была выбрана не случайно. О здоровом образе жизни ребята решили поговорить в канун Международного дня отказа от курения, который отмечается 20 ноября. Сегодня Управление по делам молодёжи в рамках завершающего финального мероприятия конкурса «Гитбригад» проводит акцию молодёжную, которая называется «Линия жизни». Волонтёры наши, волонтёры здоровья раздают всем участникам конкурса вот такие вот зелёные ленты, которые символизируют жизнь, пропагандируют здоровый образ жизни, символизируют объединение нашей молодёжи. Агитационные программы за здоровый образ жизни были по-разному представлены. Ребята из 29-й школы сделали упор на спорт. Из 31-й школы подготовили театральную постановку об ужасах наркомании. Агитбригада 5-й школы показала, как благотворно влияет физкультура на молодой организм. Жизнь одна, другой у тебя нет. Победителями районного конкурса «Агитбригад» стали учащиеся среди средних общеобразовательных школ СОЖ номер 29 и среди основных – 31-я школа. Они и стали обладателями переходящих кубков. В школе мы репетировали очень долго, чтобы занять на первое место. Не очень легко далась победа. Нервов столько было вложено. Учителей, конечно, благодарить надо. Смогут ли победители сохранить кубок? Станет известно в следующем году на новом конкурсе. А пока школьные агитбригады отправляются на встречу с молодыми жителями Славянского района. Их ждут выступления во всех поселениях. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».